Как будто и не было каникул. К четвертой товарищеской игре болельщики уже активно поддерживают свою команду и Динамо Алтай старался их не подвести. По сравнению с первым матчем ответный был чуть меньше по числу заброшенных шайб. Однако интриг хватало. Команды экспериментировали со звеньями, играли с пустыми воротами, забрасывали шайбу в пустую рамку. И даже несмотря на товарищеский матч много удалялись. Хозяева набрали 18 минут штрафа. У нас очень мало товарищеских игр и надо привыкнуть и к судям, и к этим штрафам. Потому что очень много. 18 минут за игру это целый период. То есть кто-то играет, кто-то сидит. Сегодня тоже игра такая боеда острая. Ну повезло. Ребята забили. В итоге 5-3 в пользу наших. Результат для команды, которая сыгрывается полтора месяца, хороший. После прошлого сезона команда обновилась наполовину. Среди динамовцев много молодых. Новый и тренер. Теперь его задача из молодости и опыта собрать на сезон боевую команду. И взять наконец-то Кубок Федерации. А в эту игру по договоренности команд сыграли даже овертайм. Чтобы лучше прочувствовать игровой темп. В 5 минутки заброшенных шайб мы не увидели, а в серии буллитов наши оказались точнее. 2-0. Хорошие две игры получились. Упорные. Торпеда, спасибо, что приехали. Сегодня что, ну, начали более-менее реализовывать моменты. Уже не такой провальный второй период, как вчера в игре получился. Где-то построже сыграли, но все равно. Где-то допускаем такие нелепые ошибки. Пропускаем. Сами себе привозим голы. Думаю, что к сезону мы это все наработаем и исправим. Играми тоже довольны. Проверили и наше сочетание. И как бы узнали уровень вашей команды. Тоже хорошие. Есть хорошие ребята. Но хоккей – это череда ошибок. Кто больше допустит ошибок, тот и проиграет. Сезон у «Динамо Алтай» стартует уже 16 сентября, выездом в гости к Саратовскому «Кристаллу». А дома наша команда сыграет 1 октября против самарского ЦСКА ВВС. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.